Сегодня полдня. Мы провели за таким интересным занятием, мы сегодня делали оригами. 300 бесплатных онлайн-курсов от ведущих университетов мира на английском языке. Metropolitan Opera запускает онлайн-трансляции с операми из архивов. Вот про эту ссылку, о которой я сейчас буду рассказывать, обязательно вот прям сегодня зайду. Всем привет! Я сегодня такая домашняя, потому что я почти весь день просидела дома. Честно скажу, выходила в магазин, потому что кончилось молоко, а Тимур без молока просто жить не может. Сегодня расскажу еще, что еще произошло, потому что уже вечер, чем мы занимались сегодня. И естественно, как и обещала вчера, дам вам полезные ссылочки, чтобы вам было не скучно во время карантина. Во-первых, у меня есть вот такое вот, наконец-то, просто наконец-то пришли наши карты, но они тоже могли потеряться. Выхожу я сегодня утром в магазин, потому что решила пойти в утром, думаю, наверное, меньше людей. Все правильно, народу практически никого не было, купила спокойненько молочка и вернулась домой. Вышла, и наш портье такой спрашивает у меня, ну, то есть, как у пани фамилия. Ну, я сказала, он такой, о, тогда вам есть письма. Сейчас я, кстати, открою. Виталькина не буду открывать. Пускай сам домой приходит и открывает. В общем, суть. На письме написана только улица и номер дома. Номера квартиры нет, хотя в договоре прописан. Я, то есть, я несколько раз пересмотрела, в договоре написана наша квартира. И это письмо, мы живем во втором подъезде. Это письмо было в первом подъезде на почтовом ящике. То есть, просто жильцы принесли портье, а он уже нам. Так что мы снова чуть не оказались без карт. Опять же, чья вина? Вот нам говорят, типа, я не верю. Ну, что это такое? Вы вначале паспорта потеряли, потом карты банковские. Ну, карточки мы, паспорта честно теряла я, я их забыла. А карты я не теряла, просто банк, ну вот. Это, видимо, просто ошибка банков. Ну, такое бывает. Все в порядке. Надо просто относиться ко всему с улыбкой, и все быстро вернется. Итак, здесь есть, естественно, моя карточка. Ну, и дальше я уже буду вечером, когда выключу камеру. Уже вечер. Разбираться. Так, ладно, хорошо. С этим разобрались. Сегодня полдня. Мы провели за таким интересным занятием. Мы сегодня делали оригами. Мы сегодня делали оригами, не буду показывать, потому что это было не из цветной бумаги. Из цветной бумаги смотрится намного круче. Мы делали из обычных листочков, делали лягушечек. И потом устраивали такие, такой импровизированную, получается, трассу. И они у нас, мы смотрели, кто у кого, чья лягушка дальше прыгнет. В общем, было весело. Детям понравилось. Ну, как и обещала, в общем, рассказываю вам сейчас полезные ссылки, которые не я нашла. Сразу оговорюсь, это не мои ссылки. Мне их точно так же сбросили. Ну, а я, как бы, естественно, поделюсь этими ссылками с вами. Итак, рассказываю. Что же интересного есть? Так, одну минуту. Ну, во-первых, получается, начнем с обучения, да? Карантин не время хандрить, впадать в депрессию. Это время можно провести с пользой, заняться саморазвитием и обучением. Так. Фоксфорд. Это такой сайт, портал детский, образовательный. Он дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина. Ссылочку оставляю. Дальше. 300 бесплатных онлайн-курсов от ведущих университетов мира на английском языке. Ссылка ниже. Что дальше? Баварска. Так. Почему-то перелистывает. Вот мне. Еще есть... Дальше музыка и опера. Венская опера. Так, Венская, извините, уже была 15 марта. Ну, мне ссылку сбросили, как только начался карантин. Метрополитен опера запускает онлайн-трансляции с операми из архивов. Начало будет в 19.30 по Нью-Йоркскому времени. Вот. И там на самом деле такой огромный список. 22-го числа будет Евгений Онегин с Хворостовским. Хочу обязательно посмотреть. В общем, недавно была Кармен. В общем, ссылка ниже. Смотрите. Полное расписание на две недели вперед там имеется. Запись на сайте Берлинской филармонии. Филармония сама, естественно, закрыта. И там, то есть, запись такая получается на этом сайте, что филармония закрыта, поэтому мы идем к вам. Ну, мы чуть-чуть так подошли с юмором ко всему. И до 31 марта у них, они предоставляют бесплатный доступ. Очень многие компании используют промокод, промокод карантин, ну, для того, чтобы открыть доступ к своим обучающим программам. Так, что у нас тут еще? Баварская опера тоже бесплатный доступ к своим спектаклям открыла. Все ссылочки будут ниже в описании под видео. Я полностью весь список отправлю. Есть, конечно, еще платные. Если вы любите классическую музыку и оперу, да, и у вас нет еще подписки, то можно, получается, за 299 рублей. Ссылки российские, простите, да, как бы других не нашла. Так, Medici TV. Ну, то есть, это все я оставлю. Дальше давайте перейдем к хобби. Если вы хотите научиться рисовать, то на любой уровень и на любой вкус тоже есть ссылочки в Enter Class. Канал TNT открывает бесплатный доступ ко всему контенту премьер. Ссылка ниже. Вот это, про эту ссылку, о которой я сейчас буду рассказывать, обязательно вот прям сегодня зайду. Сайт Культура, ну, Cultural.ru, Культура. Ну, в общем, Культура.ru. Ссылка ниже. Много советских спектаклей, причем, например, Юнона и Авось. Я на этот спектакль ходила, это рок-опера, и смотрела ее. Но так как это был уже не тот состав, который был раньше, да, я очень хотела с Караченцевым, но как бы не успела. Вот, там есть записи всех этих спектаклей, и вот посадите своих бабушек, дедушек, и пусть они вспомнят молодость, да, а не ходят по городу. Вот, что еще? Есть, конечно же, на сайте онлайн-театр, можно посмотреть прямые трансляции, но они не все бесплатные, некоторые есть платные. По-моему, просмотр вот на онлайн-театр 400 рублей будет стоить. Еще спектакли можно на Яндексе посмотреть, прямые трансляции у них не многочисленны, но тоже как бы отлично подобраны, и они все есть. Что есть у нас для детей? Для детей есть детская комната Арзамас, там есть множество аудиокниг, мультфильмов, мелодии для малышей, игры, есть чем занять, детские аудиоспектакли. Затем, вот, тоже, кстати, классный сайт, немецкий детский онлайн-университет Kinder Uni, бесплатный образовательный проект. Для детей в возрасте от 8 до 12, сама уже заходила, посмотрела, мне понравилось. В общем, выбрать есть из чего, заходите, смотрите. Еще, ну, так как Ярославу мы займем, естественно, у нее, ей некогда будет смотреть все эти сайты, эти сайты по большей части, наверное, для Романа будут. А Ярослава у нас будет занята уроками. Но не только Ярослава будет заниматься уроками. Сегодня папа у нас работает в день. Он сейчас придет где-то часиков в пол-одиннадцатого. И кто-то сегодня будет всю ночь учить. Я, наверное, еще не рассказывала вам. Мы, когда уезжали, мы совсем забыли о том, что Виталик доучивается. У него была уже последняя сессия, то есть у него защита диплома. Завтра, 19-го, ну, то есть вы сегодня уже будете смотреть, то есть по факту уже сегодня, да. У него защита диплома, и мы где-то, наверное, недели три назад начали списываться с кураторами, да, общаться на тему того, что он не сможет приехать. Но так сложились обстоятельства, что, во-первых, и границы закрыты, и вся защита диплома, то есть мы планировали, что он будет защищаться по скайпу. Ему пошли навстречу, но сейчас по скайпу будут защищаться абсолютно все студенты. Вот, всех перевели на сдачу вот такой вот онлайн, ну, именно по скайпу, чтобы как можно меньше было контактов. И чтобы, естественно, сдача диплома, да, это все-таки сбор людей как раз вот большого количества, а это сейчас запрещено практически во всех странах. Вот, поэтому сегодня Виталик будет учить. Он и до этого как бы просто так читал, читал, но, как обычно, все всегда у студентов оставляется, остается, да, мы все оставляем на последнюю ночь. У кого есть высшее образование или вообще кто-нибудь защищал дипломную работу, напишите, мне прям будет очень интересно. Спали ли вы последнюю ночь перед защитой диплома? Вы очень часто спрашиваете, кто мы по профессии. То есть, какое у нас образование? Я учительница, да, я педагог, научителька, вот, я учитель-логопед. А Виталик, Виталик сейчас заканчивает, то есть, защищает как раз свою дипломную работу, завтра будет защищать. Он у нас руководитель проектов, то есть, он управленец. Кстати, еще один очень хороший такой способ скратать время на карантине, это звонить друзьям и родственникам. Так как все сейчас сидят дома, очень многие, да, но никому в гости ходить нельзя. Подумайте, что это отпуск, что это там новогодние каникулы, да, у нас одно время в России по 10 дней были каникулы, если честно, они уже надоедают, да, особенно ходить в гости, кушать, кушать и тому подобное. В общем, что можно делать? Можно звонить друзьям, знакомым, мы сегодня так и делали со Славой, мы сегодня звонили и пили чай с бабушкой, бабушка налила чай, мы налили чай, поставили телефон и вот такое у нас получилось чаепитие. Это, ну, в общем, потратьте это время с пользой, с умом, позвоните родственникам, которым давно не звонили, друзьям, пообщайтесь, обсудите какой-то новый фильм, сами посоветуйте что-то, может быть, там, прочитать или посмотреть. Не надо впадать в депрессию, наоборот, нужно поднимать настроение себе и своим окружающим. Вот. Еще, кстати, можно заняться спортом или, например, залипнуть в ТикТок. Кстати, да, вчера уже вечером решила зарегистрироваться и даже сняла уже свое первое видео в ТикТок. Я понимаю, что это такое приложение для, такое немножко комическое, скорее всего, да, такое, то есть, очень юморное, скажем так. Но это реально, то есть, ты залипаешь, смотришь какие-то веселые видео, попробуйте снять, а вдруг у вас получится, и вы вообще обнаружите, что вы прирожденная звезда ТикТока. А вообще, в комментариях напишите мне, чем вы занимаетесь, может быть, кто-то вяжет, кто-то шьет. Кстати, у нас бабушка вяжет, да, и мы не просто еще пили чай, мы еще снимали мерки. А нам бабушка для Ярослава связала специальный такой летний топик, связала топик, да, то есть, как бы, лето и вязаные вещи не совсем у меня такое совместимое понятие. Вот, поэтому наша бабушка решила не скучать и заниматься вязанием. Ну, а на этом все сегодня. Увидимся с вами завтра. Не забудьте подписаться, поставить лайк и... Что там еще? Ай, написать комментарий, конечно. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok